Всем привет! Сегодня 30 сентября 2024 год и мне есть что вам показать и есть что рассказать. В сегодняшнем видео поговорим о таких замечательных живых камнях, как Канофитумы. Посмотрим, как они у меня сейчас выглядят осенью, после того, как летом они спали в глубокий сон, в состоянии покоя, спали, отдыхали и сейчас кто-то из них уже проснулся, образовал бутоны, кто-то только-только просыпается, а кто-то еще спит. В общем, условия содержания абсолютно у всех одинаковые, но на данный момент немножечко отличаются. По-разному выходят из сна. Давайте начнем с Белобума. Есть повод порадоваться за него, потому что этот красавчик образовывает вот такой вот замечательный желтый бутончик. Листики напоминают сердечки с такой красной окантовочкой, кому-то ушки зайчика. И вот здесь вот замечательный-замечательный показался сегодня. Вот сегодня, собственно, почему видео записываю, потому что очень сильно я обрадовалась и решила передать свою радость через камеру и вам порадоваться вместе с вами. В остальных ушках не вижу ничего. Ну, они так образовываются, эти бутоны, что ничего-ничего нет, а потом бас и появились. Старая пара листьев, видна засушенная, вот она. Засушенные корочки такие, в пятнышках таких. Хотя у новой пары листьев эти пятнышки, ну, еле-еле заметны, еле-еле. Немножечко постоят дольше на солнышке, окантовочки будут более яркие, более красные. Сейчас они еще такие бледноватые. Да и листики будут позеленее. Не хочу сейчас удалять вот эти засушенные листочки, слишком они мне нравятся, даже вот в таком состоянии. Единственное, ушки немножечко наклонились в сторону, поэтому попереставлю, поверчу, покручу горшочек, переставлю, чтобы в солнышку тянулись ушки и эти ушки выровнялись, были более ровненькие, не заваливались в сторону. А так они, конечно, чудесные, чудесные, прекрасные, ребята. Немножечко спа, спа-уход. Люблю протирать, чтобы растения были ухоженные. Дальше смотрим. Здесь у меня автальмофилум, вот он, и маугани. Внешне очень похоже, но мы уже с вами обсуждали отличия. Автальмофилум. Что автальмофилум? Как он у меня спал, отдыхал? Собственно, старая пара листьев, вот она видна, засушенные корочки. Вот они ушли. Еще летом, еще летом корочки, скажем, разошлись в сторону, и появилась новая пара листьев. И эта корочка, собственно, не защищала новую пару листьев от прямых солнечных лучей и от жары. Автальмофилум у меня вот так вот с новыми листиками сидел все лето. Роста никакого не было. Растения у меня сидели в субстрате без полива. Ну вот, автальмофилум иногда поливала по чуть-чуть, но ему нужно. Ему нужно немножечко водички давать, совсем чуть-чуть. И, собственно, роста никакого не было. Он спал, он спал, отдыхал. Вот сейчас начала полив, я все канофиту мы сейчас поливаю, вот, поскольку осенью их нужно уже потихонечку будить. Вот, и я его поливаю активней, и, собственно, он уже такой вот превратился в такую булочку пухленькую, хорошенькую. Белобум, белобум тоже был покрыт полностью листиками вот этими. Вот новая пара листьев была за это вот, сверху покрывала новую пару и защищала таким образом растение. Пока спит растение, было в защите от прямых солнечных лучей и от жары. Ни в коем случае нельзя отрывать эти летом корочки. Сейчас, в принципе, можно их уже оторвать, но я этого не делаю, потому что эстетически мне нравится данная картина. Все у меня канофитомы, за исключением афтальмофилума, были закрыты вот этим вот защитным куполом из старой пары листьев. Вот, маугани, в горшке три штуки, абсолютно одинаковый уход, повторюсь, за ними, за всеми, но мы видим разную историю, внешний вид разный совершенно. Сидели все втроем, вот такие вот были, как вот этот вот. Вот, вот это то, что я говорю, закрыт был куполом из старой пары листьев. Водичку начала давать, потихонечку растения начали просыпаться, увеличиваться начала новая пара листьев, которая внутри находится. Вот там вот внутри, она начала увеличиваться, тянуться к свету и потихонечку разрывать вот эту вот пару листьев старую. И мы видим чешуйки и вот такие вот, опять же, пирожочки. Пирожочки. На свету станут ярче. В прошлом году один у меня был красный, другой оранжевый, другой зеленый. Вот, после, скажем, сна, они вот такие еще одинакового цвета, но будут менять цвет свой. А этот еще спит, еще спит. Конечно, еще есть опасения за его жизнь, потому что может не проснуться. Может, что-то ему не понравилось в уходе, и он может не проснуться. Но мне кажется, что все хорошо, ему просто нужно еще немножечко дать времени. Как я это понимаю? Когда я пальпацию провожу, то есть пальцами надавливаю, я чувствую уплотнение, там нету пустоты. И это очень хороший знак. Знак того, что развитие есть. Ну, просто Соня, он, Соня решил немножечко поспать дольше. Но ничего страшного, по срокам все хорошо, все допустимо, все в норме, поэтому немножечко подожду. Его чуть чаще поливаю, по чуть-чуть, но чуть чаще, чем эти, потому что эти уже пирожочки, они уже хорошо попили водичку, их уже реже поливаю, ну, можно там раз в... раз в две недели, допустим. Ну, смотря какая температура за окном. Вот. Смотрю, а так может раз в неделю, раз в две недели. А этот, конечно, точно раз в неделю я его поливаю, по-любому. Дальше мы поедем с вами. Вот еще один Канофитум. Какой у него процесс происходит? Это то, что я вам говорю. Вот только-только начинает разрывать, только начинает разрывать старую пару листьев. До этого листики были внутренние, новая пара листьев была чуть-чуть более блеклая. Сейчас они уже набрали зеленого оттенка больше. Вот. И потихонечку-потихонечку разрывают. Я туда не лезу, я не помогаю, не разрываю, сам справится. Я все под контролем держу, но меня пока как бы ничего не смущает. Уверена, что он сам все сделает. Вот этот вот рядышком еще там не разорвал, но что-то такое уже зелененькое тоже видно. Новую пару листиков видно. Очень хочется, чтобы он поделился и куртиночка стала побольше. Но точно буду знать, когда чуть больше разорвутся старые листочки. Тогда будет понятно, сколько там внутри пар листиков. Очень, конечно, надеюсь, что вот этот вот крупненький, что там все-таки две пары листьев. Как-то по форме, по форме, по очертанию мне так кажется, что там две пары листьев. Но нужно подождать. Нужно подождать, и скоро мы с вами это узнаем. И еще напоследок два канофитума. Вот они. Вот этот вот и этот. Внешне вообще, да, вот эти вот три похожи. В таком состоянии сидят между собой, они похожи. Засушенные и в пятнышках. Но это абсолютно три разных вида канофитума. И мы посмотрим чуть ближе на вот эти вот два канофитума. Вот то, что я говорю, как этот просыпается. В какой он сейчас, в каком состоянии он находится. Внутренняя новая пара листьев. Блеклая. Вот, вот она, вот она, вот там вот. Более такая вот в морщинках. Где-то еще щели не прорываются. Где-то они еще так затянуты плотно. Старые пары листьев. Вот здесь вот, что-то там уже надорвалось более. Больше. Что-то там видно, да. Вот. Со временем, если все будет по плану идти, все их будет устраивать, новая пара листьев позеленеет, распрямится, разгладится, увеличится в размерах и будет еще более активно надрывать вот эти вот старые листочки и появляться, появляться. Ну, эти такие вот, скажем, еще пробуждаются. Потихонечку пробуждаются. И напоследок еще один к анафиту. Очень, да, похож внешне. Ну, вот как одно и то же растение. Один и тот же вид, но нет. Здесь, если присмотреться, вот этот вот леопардик, назову его так, кстати, да, на леопардика похож. Тоже очень красивый. Имеет борс. Он немножечко такой волосатый. Очень хорошо видно на вот этом, какая трещина пошла. Вот как он разрывает. Я вчера полила. Я вчера полила. Поливаю сверху, лью водичку, для того, чтобы немножечко им было легче разрывать, чтобы старая пара листьев становилась влажной и новой паре было легче разрывать. Но с этим нужно быть очень осторожным. Почему? Потому что, чтобы не произошло какое-то загнивание. Загнивание от лишней влаги. Они не любят переувлажнение. Поэтому в моей ситуации, поскольку растение находится на открытом воздухе, хорошая у меня продуваемость. Еще жарко у меня там и 20, и 25, и даже по 30 может быть температура воздуха. Поэтому высыхает очень быстро. Это очень важно. Важное условие. Вот. Полила сверху немножечко. Увлажнила листики старые. И все они там за какой-то там промежуток короткого времени просыхают, и я не переживаю. Нет, вру. Чуть-чуть переживаю, конечно. Но вроде бы все ок. Все я так поливала. Посмотрим, посмотрим. Есть, конечно, опасения за их жизнь. Может быть, конечно, такое произойти, что не проснуться и погибнуть. Но как можно проверить? Просто, как я уже говорила, пальцами прощупываем. Если есть уплотнение, значит, все, скорее всего, будет хорошо. Если уплотнения нету, и вы сжимаете, и чешуйка такая разваливается, в общем, внутри, естественно, никакого развития не происходит, Канофитум погиб. Поэтому вот такая вот история. Вроде бы как все хорошо, но в то же время еще и есть опасения. А вдруг что-то пойдет не по плану. Вдруг что-то не так. Вот за вот эти, которые уже полностью проклюнулись, которые набирают массу, за них переживать уже я не буду. Не буду. А вот, конечно, этот еще немного... Ну, этот тоже на самом деле. Уже я вижу, что там уже все хорошо пошло. И уже листик внутренний немножечко позеленеет. Потому что, да, вот эти вот еще раз покажу. Они вот более блеклые. Более блеклые такие. Вот они поздние. Позже немножечко просыпаются. В общем. Но все, все вот эти вот коконы я прощупывала. Везде есть уплотнения. Конечно, сразу скажу, что нет такого прям уплотнения, знаете, что такие вот прям упругие, классные листики. Нет. Все листики сейчас у меня там внутри, они очень-очень дряблые. Потому что еще не хватает влаги. Он еще до конца не проснулся. И он еще такой вот, он такой вот, знаете, очень мягенький такой внутри. Поэтому не пугайтесь этого, что листики мягенькие, нет упругости, нет тургора. Это все наберет он. Наберет пару еще таких вот поливов, и он наберет. Это тоже был такой мягенький-мягенький. А сейчас я вот надавливаю на него, и он уже прям такой уже как камушек. Настоящий живой камушек. В общем, всем я все показала, все рассказала. Напоследок желаю удачи вам, и удачи вашим растениям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok